Так, всем доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. О, доброе утро. Итак, значит, сейчас мы будем продолжать изучать 15 глава. У нас сейчас мы на 15 главе. Сейчас будем идти быстрее. Быстрее будем стараться идти, потому что у меня есть план с Божьей помощью в этом году закончить Мишли. Нам осталось еще 15 глав, 16 глав. И я хочу хотя бы по 4 успевать отрывка за урок. Всем привет, да. Дмитрий Тим опять появился. Шалом. И у нас получится тогда, что мы успеем с Божьей помощью за еще меньше, чем за 100 уроков пройти Мишли. Это учитывая где-то 5 уроков в неделю, нам придется еще 20 недель. И с Божьей помощью у нас будет прям законченная книга Мишли вообще. Это шикарно, да. Хорошо, дорогие друзья. Итак, значит, все, мы начинаем. Мы начинаем изучать. Значит, в 4 отрывке мы закончили на том, что языком своей речи, то, как человек разговаривает, он может себя присоединить или к дереву жизни, или сломать свой дух. То есть это удивительное вообще, удивительное знание, что человек может языком исцелить себя и сломать себя. И все это только с помощью простых размышлений о своей жизни. Один сидит там, вот, жизнь ужасная, там все такое. А второй сидит, как все прекрасно, как все хорошо, кака у меня перспектива. Один сидит, все, значит, жизнь заканчивается. А другой, нет, жизнь только начинается. И все это внутри. Вообще непонятно, она заканчивается, начинается. Ну, то есть это же все истории. Но одни истории, они присоединяют к древу жизни. Вторые истории, они ломают дух человека. Сам же себе он и ломает свою волю, и, значит, и все. Теперь, пятый отрывок. Значит, Эвиль, нам опять нас вводят в категории людей. Эвиль, сейчас я прочту, а потом переведу. Эвиль и нац мусар авив. Вэшумер то хахат я а рим. Значит, переводится так. Эвиль это скептик. Скептик, который отрицает божественное происхождение мира, божественное управление над миром. Это такой скептик. И он и нац, он, и нац, это как пренебрегает, он с пренебрежением относится к мусару папы своего. Что такое мусар папы? Мусар это папа, отец, ну, Бог это наш отец. А отец, если сына воспитывает, то он, ему хочет добра. Но у него есть единственный способ воспитать вот это внутреннее животное у ребенка. Это через мусар. Мусар это от слова масар, закрыть его в ограничение. И второе мусар это от слова еасер, это испугать его. И Бог нас пугает. Вот сейчас, например, Бог нас как пугает. Вчера были похороны, умерла жена у моего знакомого, хорошего, да, приятеля. Жена, молодая девочка, 5 лет сын, 5 лет сын. Воспаление легких. Попала в больницу. И в больнице лежала, лежала. Потом бах, у нее перешло, это воспаление легких, пневмония перешло в мозг. И она умерла. Все, вчера похороны. Вообще, он один остается с 5-летним ребенком, рыдает, плачет, все. Это за последние полтора месяца вторые похороны, да, которые я увидел своими глазами. И это, и это Бог, Он всем нам предупреждает. Смотрите, вы не бессмертные, вы не защищенные ни в чем, да. То есть вы должны понимать, что есть хозяин у мира, есть правила, и вы должны об этом думать и поминать. Он вынужден пугать, потому что если бы он не пугал, кто бы вообще об этом задумался. Теперь Эвиль, он пренебрегает этим мусаром папы, да. Вот этот стептик, он говорит, случайность, какая разница. Все равно все умрем. И он начинает выкручивать себе какие-то схемы для того, чтобы не испугаться и не задуматься. Теперь вы шумер, то хахат, но тот, кто шумер, тот, кто сохраняет увещевание, то есть тот, кому даже не надо страданий, то есть есть форма такая, есть объяснение. Вначале папа сыну объясняет. Сынок, правила поведения такие-то, я для твоего добра хочу, чтобы ты делал так, так, так и так. Это может быть тебе не сильно удобно, но это хорошо. Это называется то-ха-ха. Это называется увещевание. Теперь, если увещевание не работает, тогда отцу приходится бит наказывать ребенка для его же добра, опять же. Теперь Эвиль, стептик, он на все, даже на наказание он придумает, чтобы их не услышать. И так он идет все ближе и ближе к пропасти. Если человек умный, то он сохраняет даже то-ха-ха, даже он вот это увещевание, он поймет, когда с кем-то случилось, когда кто-то услышал урок Торы там и так далее. И Яарим, Яарим, это он будет хитрым, то есть его мозг будет развиваться и он начнет просчитывать на два шага. Есть уникальная вещь, которую я недавно узнал, что люди делятся глубиной восприятия, да, то есть чем умнее человек, тем он видит на один шаг дальше. И обычно люди видят только первое последствие своих действий. Например, когда человек, перед ним стоит тарелка еды, он видит первое последствие, это то, что ему вкусно. Он не видит второе последствие, что если он съест полную эту тарелку, то он будет жирный. То есть он видит только первое последствие и второго он не видит. Или человек идет на тренировку. На тренировке ему тяжело, он потеет. Обычный человек, он видит только первое последствие, ему тяжело, больно, он потеет, он от него хочет отказаться. Но человек, который глубокий, который умный, он видит второе последствие, что он потренировался, стал здоровее, лишний жир ушел и он стал сильнее. То есть, чем умнее человек, тем он больше видит второе и третье последствия своих действий, а не обращать внимание только на первое. И в Торе то же самое, когда человек видит систему ограничений или указаний, что нам Тора говорит, делай или не делай, он может увидеть первое последствие. Меня ограничили, меня здесь зажали, я здесь должен делать то, что я не хочу, зачем мне там три раза в день молиться, зачем мне молиться с намерением. Но он видит только первое последствие, за тем, что это дает вечную жизнь и здесь это дает огромное количество добра в мире. Это второе и третье последствия, но оно не видно за первым. Теперь здесь написано, что Ивель, скептик, он отрицает даже, когда на него идет уже наказание, он типа пронесет. А умный человек, он сохраняет даже увещевание, вот эти знания, и он от них становится хитрее, используется слово хитрость здесь не в негативном ее значении. Хитрость используется в значении, хитрый человек, он видит несколько шагов вперед, он видит несколько последствий, он просчитывает действия других людей, он просчитывает, что с ними будет и так далее. Теперь дальше. Шестой отрывок. Бэй Цадик Хосэн Раф. Значит, дом Цадика Хосэн Раф. То есть, он очень сильно защищен. Дом Цадика, он защищен. Значит, И урожай злодей, если в него заходит, то он искореняется. Что это значит? Вот живет человек, все он правильно делает, он такой честный, хороший, все у него хорошо. Потом мы ему предложили купить ворованные вещи. Он сам не воровал, но он думает, ну слушай, ну куплю ворованные вещи, все равно их уже украли. И занес их в дом. Потом к нему пришли, арестовали и посадили. То есть, он вроде бы сам Цадик, он ничего плохого не делал. Но когда он заносит в дом следствие злодеев, или сами злодеи к нему заходят в дом и так далее, то тогда это может разрушить его дом. То есть, нужно остерегаться не только, то есть, мы учили уже даже в Пертьевод, есть Мишна такая, что Архек Мишахенра, отдались от плохого соседа. Вальти Тхаверли Рошай, не присоединяйся к злодею даже в хорошем. Вальти Тяешмин Пуранут, и не придется тебе раскаиваться от расплаты. То есть, нужно держаться подальше от всякого зла. Как подальше держаться от инфекции, также нас в Мишле предупреждали много раз, не живи в стране, где есть беззаконие. Потому что ты можешь, ну, как мы знаем, известная история, когда Авраам и Вину, он с Лотом, со своим племянником, они расставались, и Лот выбрал себе место жительства с домом Иомора. Там было хорошо ему, там он был самый умный, самый праведный. То есть, они его сделали судьей над собой, и он вроде бы как хорошо жил. Но до определенного момента, пока грехи жителей города не наполнили чашу, и они хотели же вначале его же убить, но потом Бог уничтожил город, там Бог его спасло, там заслуга Авраама. Но, в принципе, те люди, которые идут жить в места, где есть зло, они, конечно, от него должны знать, что они пострадают. Как есть очень хорошая метафора в Талмуде, когда человек заходит в магазин духов, и он даже ничего не купил, но у него, у него, он пропитался запахом духов. Когда он зашел в химчистку или где кожи делают, он ничего не купил, он просто походил. Он вышел, он пропитанный вот этим вот плохим запахом. Также здесь, что даже занесенное в дом урожай злодея, потом этот дом может выгорчевать. Здесь есть переносное, также переносное значение. Здесь это касается различных книг, фильмов, мультфильмов и так далее. То есть иногда бывает вот хороший дом, потом ребенок сидит, смотрит там YouTube, насмотрелся песен, через песни пошел на клипы, через клипы пошел на фильмы, потом с фильмов пошел дальше, и потом бах, смотришь, а ребенка уже нету, потому что у ребенка он насмотрелся. Там везде злодеи, они выслеживают. Это как они через вот это все забирают, забирают мозги. Там дальше идет всякие ужасные вещи, и все. И мозгов нет у ребенка. Хорошо, седьмой отрывок. Седьмой отрывок. Сифте, Хахамим и Заруда. Значит, уста, Хахамим, уста мудрецов Торы, они ограждают, делают ограду для познания. То есть, они, значит, давайте дальше. Велев, Кселим, Лохен. А сердца грешников, которые грешат от вожделения, они так не делают. Лохен, не так. Значит, что имеется в виду? Как вообще управляется мышление? Значит, у человека есть намерение. Намерение – это его желание. Желание человека, нам в Торе прямо сказано в самом начале, что желание человека к плохому от рождения. Чем он ближе к рождению, тем больше у него желания только к животным вещам. Все, что там в рот тянуть, все мое. Нет законов собственности для детей. Они не знают, что это принадлежит кому-то. Им кажется, что все можно взять, забрать и так далее. И вот, значит, у маленьких ребенок, он полностью инстинктивное животное начало. У него нет вообще, говорится, что у него нету ей цирков. И даже человека до 20 лет не судят, интересно. Потому что до 20 лет у него мозги не включены. Бог это знает. Ему просто копятся, копятся его грехи. Они ему копятся там на небе, да. Но как бы с него нет такого большого спроса, потому что он еще не может управлять собой. Он маленький, как в Каэлике написано, маленький там вначале он как царь его на руках носит первый год. Потом он как свинья, он лазит там по земле. Потом он как козлик, он везде прыгает. Потом он как жеребенок до там 16 лет. Ну и так далее. То есть он как бы сравнивается с такими вот безмозглыми животными, которые не управляют собой. Ну так в Каэлете написано, что я могу сказать. Теперь. Дальше. Дальше у взрослого человека тоже его намерение, вот это животное, оно остается на всю жизнь. Но у него появляется вот эта верхняя рациональная управляющая часть, которой он может управлять собой. Теперь она появляется или от родителей. Его родители запрограммировали. Они ему на мозги капали. Веди себя хорошо, кушай там вовремя, омой руки передедой. И они как бы его запрограммировали. А потом он сам себя этим управляет. Это называется в психологии внутренний родитель. Или же он берет, например, если он религиозный человек, он берет Тору. И в Торе все написано. Прямо с утра проснулся, что ты должен делать. Тут ты не телать еда им сделал. Тут ты сразу благословение сказал. Тут ты, ну то есть все регламентировано, да. Как кушать, как к родителям относиться, как к людям относиться. Тут тебе суббота, тут тебе праздник. То есть есть некая система, которая им управляет. Теперь, но намерение человека все время ведет его все равно в плохую сторону. Теперь дальше. Окружающий мир, он больше запрограммирован людьми, которые не сумели преодолеть свою животную природу. Если мы посмотрим вокруг, то это мир животных, да, которые интересуют только удовлетворять свои животные потребности. Удовольствие, размножение и высшая, как бы, животная потребность это быть самым крутым в стае вожаком, там, или не вожаком, или самка самый крутой, и выделиться среди себе подобных. Это, как бы, так живет весь мир. Теперь Хахам, мудрец, который узнал уже, как все работает, узнал про следующие серии, узнал про то, что есть возможность там в духовном плане вырасти и подняться. Вот этот вот Хахам, он своими устами, то есть он себе объясняет внутри, как все работает, он устанавливает ограду, он не дает в свое восприятие войти негативным вещам. То есть он ставит зар, это как ограда такая, да, и он не пускает себе в голову негативщину разную. Ну, негатив, вредные вещи. А что делает Ксиль? Ксиль, который знает он, то есть ему дали уже законы Хахмеда и мудрости. Ксиль, это тот, который не может соблюдать заповедь Бога из-за того, что у него сильное вожделение. Он не ограждает себя, то есть он смотрит рекламу. Ему, наоборот, надо закрыть глаза свои, направить себя тренировкой и так далее в сторону добра. Но он все себе пускает в голову, он, наоборот, как бы все вот эти вожделения, а, пускай, оно идет, идет. И он вместо того, чтобы себя от них оградить полностью, да, он, наоборот, себя все время разжигает, да, то есть он пускает в свое познание все, что ведет его в плохую сторону. И он не может потом этому сопротивляться. Глаза видят, сердце хочет, руки-ноди делают. А нам, говорится, в Шмай-Исраэль два раза в день не следуйте за своими сердцами, за своими эмоциями, за своими глазами, которые вас обращают. Оградите это, поставьте ограду. Понятно, да, идея? Теперь дальше. Восьмой отрывок. Восьмой отрывок нам говорит следующее. Восьмой отрывок нам говорит, что Жертвоприношение злодея – это мерзость перед Богом. И молитва прямых – это желанно Богу. Значит, как происходило раньше, когда был храм служения Богу? То есть можно было за определенные виды грехов принести определенные виды жертв, раскаяться, и тебе это все прощалось, стиралось, да? То есть была прям целая система жертвоприношения, как это все работало. Но жертвоприношение без раскаяния, оно не работало. Потом, когда храм исчез, храм – это был как усилитель духовного влияния в мире божественного, храм исчез и разрушился, то есть исчезло пророчество вместе с этим. То есть это было усиление всех духовных влияний и в плюс, и в минус. Значит, осталась у нас только молитва. Теперь молитва – это просьба, это как написано, что молитвой мы заменили жертвы. То есть мы на молитве просим Бога, чтобы мы его благодарим. Есть, кстати, жертвоприношения благодарственные были, которые человек приносил в жертву и с друзьями съедал и благодарил Бога за то, что Бог ему сделал какое-то чудо. Не давай, это было благодарственная жертва. Не за грех, а в благодарность. То же самое молитва. То есть молитва состоит из благодарности, прославления Бога и раскаяния. Есть молитва раскаяния, когда ты тшува, когда ты раскаиваешься. Вот сейчас мы как раз к хорошей жене подходим. Так здесь нам сообщает царь Соломон, мудрейший из людей, что жертвоприношение злодея – мерзость перед Богом. То есть есть такие люди, они в сердце своем, они злодеи. Они не исправились, они грешники. Они против, ну делают какое-то… Так, в них есть зло, да, их намерение козлу. Но они внешне могут быть одеты, как религиозные. Они могут ходить с длинными бородами. Они могут делать даже какие-то заповеди, которые они делают их идеально. Которые прямо… Особенно те заповеди, которые вызывают к ним… Ну, как бы люди ими восхищаются за это, да. Потому что если он злодей, то у него вот эта вот гордость, гоова… Ну, гордость – это для него главное чувство, которое его двигает, заслоняет его от Бога. И они вроде бы внешне, смотришь, но вообще прямо выглядит как царик. Как Белям, например, да. Он внешне, пророк Белям. Он говорил, я только за Бога, только за Бога. Как Бог скажет, так я и сделаю. Но в это время он спал со своей ослицей, и его было главное желание проклять еврести народ и уничтожить как можно больше людей, да. Проклять. То есть он был злодей. Но внешне он себя показывал как не злодей. И когда Белям пришел, он к царю Балаку, да, мавскому царю. Он первое, что сказал, Авраам приносил жертвы Богу. Давай мы принесем, ставим жертвените. Сейчас мы там давай принесем жертвы и проклянем еврести народ. А как это ты можешь? Бог же тебе сказал, что этого делать нельзя. То есть злодей, он идет против Бога, но при этом он пытается, даже принося жертвы, пытается как бы купить у Бога хорошее отношение. Теперь здесь нам написано, что жертва, злодея, мерзость перед Богом. То есть не поможет оно ему. Никак оно ему не поможет. А молитва прямого человека, она жила на Богу. То есть если человек прямой, что имеется в виду? Он все время прямой. Он ходит по путям Бога. И в следующем отрывке нам разъяснено, что такое прямой человек. Дальше нам объясняется, уже глубже идет в этом направлении. Написано, что мерзость перед Богом, тоават ашем дерехраша. Мерзость перед Богом, путь самого злодея. Самое главное, это вот этот путь. Умирадев тздока и аав. А тот, кто гонится за тздокой, того Бог любит. Значит, есть, как мы определяем, злодей человек или цадик? Мы определяем, внешне мы можем это определить по действию, которое он сейчас делает. То есть вот делает злодей действие, он, что такое зло, добро? Это Бог определил зло, добро. Если человек нарушает то, что Бог сказал, нельзя нарушать. То, что Бог, и делает то, что Бог сказал, что это зло. То тогда этот человек злодей. Кто такой цадик? Цадик это тот, кто делает то, что Бог сказал, добро, выполняет заповедь. Но есть здесь еще, как и в жертвах, и в молитве, есть еще направление, по которому человек двигается. И здесь написано, что мерзость для Бога путь злодея. Путь злодея это его качество. Если он жестокий, если он негативщик, если он злодей, это действие, это производное пути. То есть качество человека, это есть его путь по жизни. И если человек, он идет по вот этому пути зла, то мерзость, весь путь его злодея. И он, как бы, сделать добро-то он может какое-то по пути. Но путь его, если он идет в это время направление его зло, то он злодей. Все. И это мерзость для Бога. То есть намерение, это главное. Теперь тот, кто миродевт злака, тот, кто гонится за злакой, тот, кто ищет сделать заповедь, сделать добро, сделать что-то хорошее, да? Такого Бог любит. То есть даже если он еще не успел это сделать, но он движется по пути добра, такого Бог любит. Вот, давайте на этом мы закончим урок. То есть мы поймем, что самое главное для человека, это его направление. Мы сейчас приближаемся к Рошашина. И сейчас день суда. Как раз интересно, что вот год назад, те люди, которые сейчас умерли, да, вчера, они в Рошашина, им был суд на небе, было, что они в этом году умрут. И сейчас мы приближаемся тоже к моменту, когда будет суд на небе. И очень важно понять, что главное это направление, вот это намерение сердца, которое для Бога очень важно. Или ты идешь в сторону добра, света, развития. Если твоя задача приблизиться к Богу, сделать что-то хорошее, быть добрым человеком. Или ты идешь в путь зла. Что такое путь зла? Это эгоизм, это плохое отношение к людям, это айнара, когда ты смотришь на все злым глазом, когда ты недоволен собой, своей жизнью и так далее. И это все путь зла. Теперь главное, чтобы идти в направлении добра, как это выражается? Нужно узнавать, что Бог назвал добром, что Бог назвал злом, а не выдумывать свое добро и зло. Для этого мы изучаем Тору. И с Божьей помощью, чтобы если что-то мы делали не так, надо раскаяться, сказать, что я очень об этом сожалею, принять на будущее, на будущее принять решение, не делать это зло. И это называется процесс шува раскаяния. И с Божьей помощью, чтобы всех нас записали в самые лучшие книги жизни, добра, благоденствия, чтобы в Рожа Шена у нас был у всех хороший год, и чтобы мы были все живы, здоровы, счастливы, мы и все наши семьи. Все, удачи, успехов. Сделайте свои три вывода, пожалуйста, из этого урока. Запишите для себя, поделитесь. Очень важно свет, который, если вы что-то почувствовали, какой-то свет, им делиться. Все, удачи, успехов. Всем прекрасного, хорошего дня. Шаббат, шалом. Кто соблюдает шаббат, всем шаббат, шалом. И всем остальным хорошего отдыха. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok